Мы существуем с 2013 года, то есть это уже 6 лет. И этот центр, он единственный был на территории бывшего Советского Союза, когда его создали. После этого это стало модно, то есть стали создавать такие центры в России, в Белоруссии. Но, конечно же, наш центр, он является лидирующим по числу спасенных животных. То есть всего через наш центр за эти 6 лет прошло 12 тысяч летучих мышей. Мы проводим большую работу по спасению зимой, поскольку летучие мыши зимой нуждаются в дополнительном питании, если их будет непредсказуемо. И плюс к этому у нас есть очень высококвалифицированный ветеринар, который лечит животных с травмами, и они остаются у нас на пожизненной реабилитации. То есть таких животных у нас более 50. Последние 3 дня мы работали с Шеннон Кьюри в экопарке Фидмана и разработали специальные домики, в которых летучие мыши могут находиться сейчас, пока еще не очень холодно, на открытом воздухе, но там намного теплее, поэтому опасности нет для них. На поверхность тела были приклеены миниатюрные датчики, которые спускают определенную радиочастоту, и в зависимости от того, как меняется температура тела, меняется и частота. И поэтому приборы, которые записывают эту частоту, могут сказать, то есть животное просто сидит в этом домике, но при этом мы можем знать, какая температура тела у нее сейчас. Дело в том, что летучие мыши, они могут впадать, как идем, в состояние сбячки, торпор это называется. Также они зимой впадают в состояние гибернации, и это длится на протяжении нескольких месяцев. И это очень интересный объект с точки зрения исследований, как меняется метаболизм, скорость обмена веществ, и как эти животные это делают. Мы стараемся, чтобы международное сотрудничество развивалось максимально быстро, максимально эффективно, потому что современный мир очень быстрый, и нам нужно тоже успевать за этим всем. И поэтому мы принимаем участие в максимальном количестве доступных для нас иностранных конференций, везде рекламируем наш центр, экопарк, и стараемся привлечь людей сюда для исследований, для совместных проектов, которые можно сделать при помощи оборудования, которое есть на Западе, при помощи тех животных, которых есть у нас. Потому что эти 50 животных, которые находятся на пожизненной реабилитации, это уникальный и единственный в пространствах Восточной Европы такое количество животных, которое можно использовать для разных наблюдений, поведенческих исследований и так далее. Мы выбрали экопарк Фельдмана, потому что здесь построен такой уникальный большой вольер, который находится, по сути, в дикой природе, в лесу. И при этом в Харькове очень много зимует ржик вечерниц. Они поселяются в городе в большом количестве, и мы можем совместить это именно как раз в этом вольере, то есть понаблюдать за животными в естественной среде.